Привет! Подходит к концу 2020 год. Год был нелегким, но очень интересным, и мы решили вспомнить все, что было, и выделить самые яркие моменты нашего канала. Год начался с необычной идеи. Я решил создать духи с запахом леса, и с помощью экстракции лесных ароматов получить запах леса в баночке. Следом мы переехали на съемочную студию, и первым роликом оттуда стало разоблачение уловок маркетологов. Мы показали, как нас обманывают производители продуктов, измерили рулоны туалетной бумаги, и позвонили на горячую линию, чтобы узнать, почему бумаги меньше, чем заявлено. Тикток тогда только набирал обороты, поэтому мы сняли несколько проверок лайфхаков из Тиктока. Следом наступил мрачный период. Первая волна коронавируса и самоизоляция. Все это привело к ролику, чем занять себя на карантине. Тогда мы еще не подозревали, насколько надолго все это затянется. Но уже скоро рассказали вам о том, что такое капли Руперта, и как самое прочное в мире стекло одновременно может быть и самым хрупким. Видео всем очень понравилось, и мы пообещали снять продолжение. Мы ответили на интересующий всех вопрос детства, сколько алкоголя в ликерных конфетах, и можно ли опьянеть, если съесть сразу пять коробок таких конфет. Следом мы выехали подальше от города, чтобы снять проверку товаров для выживания. Это был сложный ролик, в котором мы нашли лесное озеро, разбили там палатку и пробыли почти целые сутки. Место нам так понравилось, что кроме съемки мы в итоге остались там переночевать. Лето было в самом разгаре, и мы проверили лайфхаки с тиктока по поиску необычных мистических мест. Места хоть и не оказались мистическими, но зато выбирая случайную точку на карте, мы почти всегда находили что-то интересное, или проделывали интересный путь, чтобы к этой точке добраться. Затем мы достали все виды арбузов в мире, чтобы протестировать, какой из них самый вкусный. В тот день у нас чуть не лопнули животы, а квадратный арбуз, несмотря на свою внешность, по вкусу оказался обыкновенным. Настало время выполнять обещания и сделать самую большую каплю Руперта в мире. Для этого мы отправились в другой город через полстраны, засняли работу стеклодува, а затем протестировали каплю машиной, кувалдой, пистолетом и даже асфальтоукладчиком. Видео вышло очень сложным и было потрачено более тысячи долларов, но вам оно очень понравилось. Самым популярным за этот год стало видео с лайфхаками из детства. Видимо вам очень нравится ностальгировать и вспоминать те беззаботные времена, когда мы гуляли во дворах, жевали жвачки сигареты и били себе самодельные татуировки. Затем мы сравнили копии макбука, самоката и кроссовок с алиэкспресса с оригиналами, а после решили снять легендарное видео. К нам приехали друзья из другой части страны и вместе мы построили целую хулиганскую лаунж зону, а также поделились советами для настоящих пацанов. В ноябре спустя долгий путь восстановления Волги мы все-таки выполнили обещание и выпустили ролик про этот легендарный автомобиль. Это была самая затратная, самая сложная и интересная съемка за год и в то же время видео получилось самым длинным за все время. Затем коронавирус добрался и до меня и мне пришлось им переболеть, чтобы поделиться с вами своим опытом. Мы выпустили еще несколько видео с лайфхаками, затем рассказали вам сколько электричество вырабатывает человек и под конец года организовали целый новый год за 0 рублей. Мы очень стараемся, много работаем и вкладываем и надеемся на вашу поддержку. А следующий год будет еще лучше, еще сложнее и еще интереснее. Ну а вы можете поставить свой лайк и написать комментарий, какой ролик за этот год стал вашим любимым. Всех с наступающим новым годом! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok